У меня сегодня очень сердечная тема для меня. Во-первых, мы скоро переходим в портал Врата Льва. Это очень важный портал, я о нём обязательно расскажу. И я расскажу ещё об одной важной теме, что мы можем сделать в этот период, как мы можем улучшить нашу жизнь и помочь другим людям, которые нуждаются в помощи. Но об этом попозже, когда присоединится к нам Ксения, моя гостья. Ксения, проблема в том, что Ксения находится в Африке. И надо молиться, что у нас получится. Здравствуйте, здравствуйте! Мы сегодня обязательно проговорим про портал Врата Льва. Кто из вас знает, что это такое вообще, когда оно начинается? Хотите узнать? Это очень важный портал. Его лучше не пропускать, не игнорировать. Ура! Это очень важно! Получилось! Я в Африке, короче говоря, друзья. Тут сидят прямо люди рядом. Но что поделаешь, будем себя вести, как этого требует Инстаграм. В общем, я только что с самолёта. Я уже улетела из той самой пустыни, в которой мы... Я пытаюсь помочь девочкам, которые уже начали строить школу для местных детей. В общем, я опишу потом ситуацию, но где я нахожусь. Вот только вылетела местным перелётом из Туркана, из Лодвора до Эльдореда. Эльдоред уже получше в плане, что тут зеленовато. Тут не так всё жарко. Тут есть чем дышать. Ну вот, и вода в организме, ну, как бы не сохраняется, как там. Там, конечно, тяжело. Расскажи, пожалуйста, где ты была, что ты делала? Рассказываю. Значит, произошло всё относительно спонтанно. Но на самом деле не могу тебя тоже за это не поблагодарить, потому что я же когда-то твой курс проходила. Я так для всех открыто рассказываю. Вот. И мы много вещей там, как говорится, прокачивали, много о себе думали. И мне, наверное, помогло, ну, помимо того, что нумерология матрицы – это всё интересно и имеет место быть, я, конечно, при себя ещё раз много раз себе вопрос задала, а что конкретно, какие мои личные желания. Не так, что где-то мне кто-то принёс их, а что меня радует и без чего я практически, ну, можно так сказать, не могу жить. И моя душа неоднократно отвечала на неё, что это всё-таки проект для детей. Это более того, когда мы делали некоторые ритуалы, которые тоже, ты знаешь, это вот тоже муроэта. Прямо школа, прямо где-то вот третьей страны мира. Мне это очень давно хотелось. Но сейчас-то прямо вот, как сказать, по-русски очень выкристаллизовывается. И, соответственно, как только появилась возможность, я увидела, то есть я дала, просто некоторым дала знать, что вроде как кто-то меня интересует. Я очень давно делала проекты в Латвии, делала в Латвии, скажем так, оттуда я сама, в принципе, не родилась там, но, в общем, там жила очень много, долго, много лет. И я делала там, по-моему, с 2008 года. Мы делали разные проекты для детей, для сироты из Латвии, для неплодополучных семей. Ну, то есть вот такие у нас были дети. Мы делали и лагеря для них, мы делали и выездные какие-то программы. Очень много всего. Что-то уже появилось, конечно же, на сайте, можно посмотреть. Но потом с приездом в Германию я пыталась сделать что-то подобное и на местах, потому что я считаю, что где-то там ты пытаешься улучшить мир, как другого скажем. Но там сложнее. И там, ну, то есть если подумать широко, то понятно, что помощь намного более необходима, если мы говорим про финансы, про организацию, про то же внимание, про какой-то экшен для детей, ну, понятно, что Африка... Здравствуйте. Поэтому я сама, говорю, долго искала и выпало так, что мне буквально пристали кикток, я даже в киктоке беру, зарегистрирована. Мне пристали, сказали, вот девушка Ивак уже что-то делает, причем не что-то, а уже строит школу. И я вообще недолго думала, я ей сразу написала большой текст в Инстаграме, сказала, что она живет моей мечтой. Вот, и объяснила, как есть от сердца, что мне очень надо, я очень хочу посмотреть. Я это никак не рекламировала, ничего мира не просила, потому что я боялась, что кто-то не получится. Очень долгий перелет, очень сложный перелет. Я умудрилась, конечно же, пропустить один из них. Это стоит тоже много денег, это документы, визы. Я думаю, что все понимают. И я, в общем-то, решила, что пока я не приеду и не узнаю, как это все делается, и как дела обстоят, с кем я общаюсь, и кому я уже перечислила денег, я ничего не просила. Сейчас я... Подожди минутку, вот это для меня показывает твою серьезность. Не вот это вот, а, давайте, а ты очень серьезно подошла, и мне это нравится, потому что я тоже... Если я хочу заниматься благотворительностью, кому-то помогать, то я хочу знать конкретно, какому человеку или каким людям эта помощь вот конкретно принесла пользу. И мы с тобой разговаривали вчера, я говорю, «Ксения, почему ты мне заранее не сказала? Что это такое? Я могла бы поучаствовать, я могла бы помочь ей рассказать и так далее». И мне понравился твой ответ, когда ты сказала, «Я хочу сама сначала посмотреть, а так ли это на самом деле?» Что получают дети на самом деле с каждой копеечки? И вот сейчас ты можешь уже сказать, что да. Ну смотри, я могу сказать, во-первых, что я сама этим занимаюсь столько лет, я понимаю, что люди не доверяют. Я бы сама... Вот не надо долго думать, я бы так просто никому не давала ничего. То есть потому что, ну столько уже я знаю, как большинство фондов в мире строится, на чем они строятся, и как они очень... Ну они очень много денег получают. Я никого не виню, я считаю, люди должны получать деньги из своей работы. Вопрос количества процентуальной этой ставки, да? Да, что в итоге получают те, кто нуждается? Абсолютно, да. Чем больше, на мой взгляд, какой-то там юнион, какой-то комьюнити, даже не комьюнити, а вот чем больше сам фонд, тем, по-моему, меньше там доходит. Я пока со сколько лет уже не меняла статуты, я держу так, что у меня максимально на все про все, на всю структуру, организацию всего можно ходить 20%. Это включается все. Ну то есть абсолютно. Но это настолько у меня пока еще номинально, потому что я всегда плачу все свои билеты сама. Все я плачу сама. Сейчас я опять-таки это видела по постам. Я просто подумала, сколько я экономлю, будучи здесь, не позволяя себе лишнего немецкого, пошла и купила те же вещи сама все из своего кармана. То есть я запрашиваю людей непосредственно на определенную цель, когда я понимаю, что, ну, допустим, те же книжки за 700 евро, ну, я просто... Ну, уже как бы все. Уже линия. Да, ну вот расскажи про книжку. То есть вот одна книжка для ребенка стоит 8 евро. Я правильно поняла? Смотри, там идет комплект из двух книжек, потому что это как рабочие цитрати, в которых можно, конечно же, и писать, да. Это почему это важно? Объясню. Во-первых, они созданы для детей, которые непосредственно там, ну, хорошо разработали для этих детей, вот именно вот подобного масштаба. Это первый вопрос, момент. А второй момент, что элементарно, если посмотреть, тоже у меня есть некоторые видео, там присмотреться, я специальный кусочек снимаю, где я не могу... Ну, мы вклеиваем некоторые материалы цитрати, чтобы они не поставались. Ну, мы просто распечатываем на принтере и просто все, ветер, и все улетело. Там же нету никаких стекол. Там, слава богу, построили такие специальные решеточки, сеточки, которые, конечно, не спасают от скорпионов, от всех вот этих полетучих всяких вот этих вот таких историй. Это все есть тоже, но это, это как бы другая тема, вот, но оно все пролетает прям, ну, сквозняк. И получается, что дети столько вырезали, я говорю, вырезайте по одной, пожалуйста. Я уже, они тоже английский мало знают, и я уже этой эмоцией, у меня уже все лицо помялось. Я вот только прыгала, бегала, объяснила, что надо делать. Но это очень важно, чтобы это оставалось у нас, потому что сейчас, спасибо, вот видите, девушка, которая это все начала и делает, она, то есть, именно специально, чтобы они привыкали, что у них что-то есть свое, у них есть папочки свои, своя тетрадочка, свой карандаш и своя ручечка. Они же вообще не привыкли к этому. И вот они в школе оставляют, потом приходят с утра, забирают, потом все это складывают, да, и у них уже что-то свое остается. Поэтому книжки очень важны, чтобы и они оставались в ней в памяти, чтобы они могли посмотреть, ну, как и все, и помимо этого, чтобы все не вылетало. Ну, и тем более, что специальный подход там очень-очень важный к таким детям. Если есть вопросы, ты мне задавай, потому что у меня очень много информации, я могу обосновать любые даже негативные комментарии, я примерно могу как бы уже предвкушаю то, что люди могут спрашивать, и то, зачем я сюда приехала, чтобы отвечать на эти вопросы, да, то есть здесь очень много разных слов. Наверное, вот самое главное, давай скажем о том, что если кто-то хочет помочь, вы слышали даже 8 евро, вы уже дадите ребенку две книжки, которые он будет просто счастлив. Я твои видео не могла смотреть, у меня слезы в глазах, и это не, даже я вот пыталась отследить, что это за эмоция, это даже не жадность, а это такой коктейль, когда ты понимаешь, блин, насколько мы благословлены, насколько нам хорошо, слава Богу, что наши дети не испытывают это, но одновременно, блин, им надо так мало, то, что мы даже вот это 8 евро, для нас это и даже не заметил, и вообще ни о чем. А этими книжками можно столько радости, столько хорошего принести, поэтому я предлагаю сразу сказать, что реквизиты, мы под этим видео выставим реквизиты, если вам надо, пишите мне, пишите Ксении, мы вам дадим реквизиты, каждый цент важен. Давай я наполню, потому что книжки книжками, это уже, слава тебе, Господи, там насыпали, ну, в смысле, не насыпали, там все уже решается, сейчас поставлю пост, там все, вот знаете, когда работа непочатый край, то есть реально, я ем вот и еду с ними вместе, я не говорю, что она плохая, да, еда хорошая, она главное, что, если посмотреть на фотографиях, там бобы, рис, как ее, сейчас скажу, кукурузная крупа, они из нее кашу тоже делают, и такое, что-то подобное наше манке, для малышей, с утра тоже дается, но тоже на воде, вот, это все базовое, но это хотя бы дает им, как это по-русски, nutrition, ну, чтобы они, вначале я понимаю, то есть я вот спрашивала, и я не вижу, это вообще, ну, разные дети сейчас, ну, я сейчас вижу эти картины, они худючие, ножки, ручки, это такая худорба, это, ну, я покупаю шортики, я просто только покупаю те, которые затяжкали, такие, ну, как бы, ну, понимаешь, да, потому что я так примерно на мальчика посмотрела, вроде бы, вот наши мальчики, вот я же, допустим, беру своих детям, ну, подарки же, то есть, знаете, я беру, это, он говорит, о, у вас полный ребенок, это как-нибудь местный, я говорю, нет, это не нормальный ребенок, это хочется сказать, что это как бы у вас, немножко худенький, да, у меня очень стройный ребенок, такие палочки, ножки, ручки, там есть детки из ДЦП, там есть разные, как бы, одна девочка без руки, например, да, ну, я еще, я не знаю историю, к сожалению, там не с каждой мамой поговоришь, что все-таки диалекты, у них еще есть местный диалект, как, ну, Туркана, да, ну, в общем, много разных историй, и дети, главное, что они, сейчас там, по последним подсчетам, если не ошибаюсь, 119 человек с малышней, вот этой, в классе, получается, в одном 50, это младшая группа, и 30, в старшей группе, вот то, что мы книжки покупаем, да, 80 человек, но это, они все время приходят, они хотят еще, то есть, они, мы просто узнаем по лицам, что, ну, это не наши, как бы, ну, извините, а где твоя тетрадка? А, нету, говорит, они хитрят, мол, я в этот день не был в классе, тебя вообще здесь не было, ну, то есть, они все хотят, конечно же, прийти, но, как сказать, объемы школы не позволяют, сейчас надо срочно тоже и разбивать класс, чтобы малыш не поделить, потому что 50 человек, я вам говорю, ну, это работать с 50 одновременно, я уже, ну, как бы, даже моя, как бы, спокойствие мое, ну, в общем-то тяжело, но, в принципе, все, главное, что дело делается, главное, чтобы было на что их кормить, главное, чтобы были материалы тоже в школе и расширяться, потому что готовят, это тоже, там, из фотографии, прямо вот, ну, не поливая даже кухня, это вот огонь, прям в пустыне, вот эта вот, большая, значит, эта кастрюля, все вот так, да, и сейчас вот будут девчонки регистрировать школу и, конечно же, нужно кухню, нужно, ну, уже их кормить тоже внутри, сажать, они же, ну, пока еще это все слишком диковато, но потихоньку будут, ну, опять-таки, выставляться нужды определенные, чтобы получше потихоньку, потихоньку все вот это вот заполнялось, и форма тоже школьная, ну, в общем, много нужд, но эти дети прям, конечно, ну, они прям сразу радуются, прям сразу видны эти реакции, да, такие же они хитрунечки, да, все, что я сама сидела, пост тогда, ну, делала, я прям в семейную группу свою написала, я больше свои ревни не смотрю, я сижу ревни, мне нельзя лезть, учитель обребаный, это так в себе история, вот, поэтому, вот, но это очень классно, я очень довольна, что я съездила, и я очень довольна, что многие люди, ну, не только, вот, гадости говорят там, ну, по разным местам, но, конечно же, люди просто, да, это классно, что-то, вот, копеечку, даже вот 5 евро, 10 евро, я уже сижу, то есть я уже понимаю, что на это можно купить, если на 50 центов, можно уже ребенка покормить два раза в школе, ну, то есть вот эту кашу, да, и вот это, ну, то есть, это прям стоимость, да, я видела фотографию твою, как они кушают, они просто сидят на земле, ну, я с ними тоже, и Вито тоже мы с ними едим, в основном, но единственное, что я хитрю, я взяла в холодильник у нас соус чили, потому что мне, иначе, ну, сложным организмом стоить, я особо привык к такой идее, мне только кажется, вот, но с чили вообще идеально, я могу сказать, так что вполне нет, еда, как бы хорошая, конечно, хочется и овощей, и фруктов, ну, потому что детям это тоже нужно, все необходимо, но это стоит много денег, ну, пока это, ну, не приоритет, да, то есть главное, чтобы эту базу закрыть, и потом уже что-то, может быть, думать. Хорошо, дорогая, еще что-то хочешь рассказать, почему важно, для чего, что еще, и какие у вас планы, давай расскажем, чтобы люди просто понимали, какой масштаб, что вы хотите построить школу, да, сколько это... Смотри, сейчас школа, вот, она уже то, что построено, я примерно понимаю, сколько это стоило денег, чтобы вот сделать вот эти два класса, с учительской, вот, без наполнения внутреннего, там получается ушло порядка 16 плюс тысяч, ну, то есть для нас это не деньги, потому что я в Латвии даже лагерь толкового на неделю не могу за 10 делать, уже такие цены в Европах, что, ну, конечно, это деньги в целом, да, но я сравниваю просто, да, надо расширить саму школу, понятно, но помимо этого, там в проекте, там столько этих детей, то есть то, что мы сейчас, вот, это тоже лимитирует, ну, больше, ну, невозможно тянуть там 120, да, еще по этим пустыням, то есть я буду выставлять непосредственно каждый раз, вот что конкретно нужно на вот эту такую-то задачу, люди могут сами смотреть, окей, вот я включаюсь, вот я не включаюсь, та же одежда, медикаменты тоже, там каждую неделю они закупаются на 200 евро точно, потому что это тоже нужно озвучить, есть же эти скорпионы, они могут кусать, есть маляриные комары, они могут кусать, а есть просто ушибы-порезы, допустим, я уже не стала это фотографировать, но вот девочка пришла, она вот просто ударилась мизинцем обо что-то острое, может быть она туда загнала занозы, но она вряд ли, я ее там не видела, когда я обрабатывала, а потом смотрю через, ну думаю, все почистили, все сделали, смотрю через день у нее гной, и я говорю, откуда это, ну как, видимо они там то без тапок, и не знаю, как по такой же рябе, без тапок можно ходить, обувь тоже там не особо есть, в общем, это все может тоже развиваться, то есть там, слава богу, есть на месте вот женщина, которая Ольга помогает, она тоже организовывает, она у нее есть образование, да, то есть она прямо эти медикаменты сразу может распределить, потому что больницы сами по себе, ты можешь довести до больницы, ты проведешь там полдня, и только там ничего не будет из этого сделано, поэтому это тоже будет как бы одна из расходных частей, очень много, я просто очень много эмоций, я вот только-только вот как бы вылетела из пустыни, поэтому я с удовольствием могу информировать дальше людей, могу отвечать на все вопросы, которые интересны мне, то есть я считаю, что, я считаю, что нельзя делить на своих и чужих, это очень плохая история, и поэтому, наверное, у нас мы все согласились, что войны до сих пор из-за этого, по большей части, потому что мы сами думаем, что вот это наши дети, а вот это уже не наши, и я понимаю, что так далеко не видно, но когда ты приезжаешь, и я почему-то опять, слава богу, можно делать, лица видеть, это те же самые взгляды, это те же самые дети, и эти дети будут жить с нашими детьми, и строить будущее вместе с нашими детьми, если мы сейчас покажем им, что такое любовь, они обнимательные, прямо не могу, я на них себя поорала, потому что не было, значит, у нас постарших пока, вот, вы не слушаете, там что-то такое, ну я специально делаю, небольшой такой выход, драматик, но они все равно, они такие, они обнимошечки, они такие сразу, чек-чек, значит, тенья там злая, но абсолютно искренне, вот абсолютно это, вот ты переодел, они такие хитрые, они говорят, значит, да, у них, так, я теперь переняла эту штуку, я только что-то, что ты имеешь в виду, значит, да, тебе нравится эта копточка, такие смешные, и сразу видно, и ты улыбахи, кто-то очень сильно напуган, конечно же, в этой ситуации, родители дома будут, там вообще другая культура, если я, культура воспитания детей, которых практически нет, это, знаешь, эфиров не переделать еще, как объяснить, ну, почему так происходит, да, и что нет хорошей жизни, там, не рожают эти дети, если вспомнить наших бабушек, дедушек, у нас, у моей прабабушки было 12, если бы они все выжили, да, а так выжило 7, поэтому это просто все по-другому, но это не значит, что нам не надо помогать, это не значит, что надо сидеть и говорить, ну, там, это же за морями, океанами, нет, у нас очень быстро меняется мир, все очень быстро передвигается, поэтому, если мы хотим энергетически хороший мир, надо, наверное, в него немножечко складываться, быть свелее, я вот свою, я довольна своей поездкой, потому что, слава Богу, была возможность, слава Богу, я сама себя не подвела, вот, это было важно для меня, вот, все-таки решила уже, вот, доехала, проверила, сейчас я уже могу говорить, что, как и зачем, и буду рада, если кто-то притягивается. Поэтому, друзья, пожалуйста, присоединяйтесь, присылайте, сколько можете, вы на самом деле очень поможете, и ты меня знаешь, я такой человек, что я, если я что-то прошу от кого-то, я сама это тоже делаю, я все перевошу через свой опыт, и поэтому я хочу со своей стороны сделать курс по прохождению портала «Врат и Льва», который вот сейчас начинается в конце июля до середины августа, он будет идти три недели, и этот курс будет стоить 33 евро, но полностью эти 33 евро от каждого из вас, кто пойдет со мной на этот курс, они пойдут с детям. Сразу вы будете платить не мне, а сразу на счет организации, которая находится там, до каждого центра, то есть вы можете пойти ко мне на курс, вы получите массу информации, вы получите каждый день практики, медитации, вдохновения, силу, все они знают, как я в своем поле обнимаю, вдохновляю и помогаю людям, но тем самым вы поможете не только себе, а вы поможете детям, реально. Ваши деньги в 100% идут к детям, поэтому, приходите, пишите мне, хочу на курс, пишите Ксении, мы вам скинем реквизиты и сразу я вас в группу соединю, где мы уже будем подготавливаться к прохождению Врата Льва. Это очень важный период, где Вселенная помогает нам, и если мы войдем в этот период уже на доброте, на проявление доброты и помощи другим, то это вернется обратно, друзья, в многократном размере, поверьте мне, поэтому приходите, если вам не интересен курс, платите, можете переводить к стене детям, если вам интересно, добро пожаловать ко мне на курс, и мы вместе приведем не только нашу жизнь в порядок, но и поможем другим. Я бы хотела дополнить, что я, это мне кажется, что важно сказать, единственная причина, почему я не закончила до конца курса, я в принципе уже сертифицированный человечек в нумерологии, но единственное, почему я не закончила, потому что я понимала, что все, я все свои, скажем, всю свою энергию, все свои финансы направляю на то, чтобы уехать сюда, и то есть я решила, что вот это мой приоритет, это единственное, почему я сказала, девочки, простите, я хочу с вами, это очень классное поле, оно очень круто и поддерживает, и развивает, если вы не боитесь сами в себя смотреть честно, внутрь и глубоко, прямо идите, и вот не на первом курсе уходите, а где-то вот четвертый, и вы прям совсем поймете, что вы там делаете, вот, поэтому очень важно и самим развиваться, и есть возможность помогать тоже других. И я очень благодарна Танечке за курс и за то, что она сейчас попросила меня поделиться, я очень, ну, как бы неохотно обычно себя выставляю где-то в эфирах, но когда есть такое большое доброе дело, которое люди начали, и есть свои люди, главное, которые вот где-то в других континентах занимаются, этим людям можно доверять, ну, да, вот я с ней, я буду вас информировать, если что. Да, друзья мои, спасибо большое, что вы смотрели, спасибо уже заранее за каждую вашу помощь, которую вы можете дать детям, и приходите ко мне на курс или просто платите. Если вам интересно, вы хотите узнать больше, мы с Ксенией будем дальше делать эфир, Ксения, я подключилась, я с вами, любым всем, чем я могу помочь, имей в виду. И тогда, когда ты ушла и, блин, не сказала мне почему, ну, ты что, неужели ты бы думала, что я бы сказала, ну, ну, ладно, я бы совсем... Нет, я ничего не думала, мои знали даже, знаешь, как моей сестре, кто-то случайно проболтался, странный, очень близкий человек, и я такая, кто это сделал? Я настолько, ну, то есть, знали два человека вот до последнего, потому что, я говорю, я складывала чемоданы, бумагу цветную, которой нету там, в пустыне покупала, то есть, я очень переживала, что не получится, и зачем мне об этом рассказывать, если потом, ну, извините, да, ну, вот, лишнее, лишнее, как говорила наша, как сказать, коллега из курса, ну, надо говорить много, можно помолчать, и я решила помолчать, и я абсолютно нисколько не жалею, потому что сейчас у меня есть какое-то полное основание, чтобы говорить, ребят, вот это надо, это надо, а это я не знаю, да, то есть, я тогда уже беру, мне даже организатор, человек, который берет деньги, я уже за них отвечаю, да, я не могу там сказать, вот туда пришли, еще куда-то, я знаю, что я делаю, и я могу, например, догадываться, что другие делают, да, но это мне отчеты подавать, и мне за вот это вот перед Всевышним отвечать. Да, самое главное, мы отвечать, все будем там, поэтому, Ксения, я с вами, и душой, и сердцем, и чем могу помочь, я всегда помогу. Готовься плакать еще, готовься плакать еще, у меня еще есть, у меня еще много фотографий, а будет глинать. Я с вами, и будем делать все, что в наших силах, и здорово, если будут подключаться еще люди, которые смогут нам помочь. я очень благодарна Елене Коклиной, это женщина, которая помогает курсы образовать, она, я у нее проходила по искусственному интеллекту курс, и я говорю, Леночка, так и так, мне нужна вот картинка красивая, можешь ли ты сделать, для благотворительности, и она вчера полдня сидела и делала мне эти картинки, то есть она тоже подключилась, я сейчас говорю, у меня мурашки, то есть люди подключаются, и каждый помогает тем, чем может, и вот, вот я так благодарна за это. Знаешь, я тоже еще понимаю, что чем больше проект, можно долго думать о том, что как-то оно само рисуется, ла-ла-ла, чем больше проект, тем больше людей, тем больше помощи, тем больше душевного настроя, почему я сейчас об этом заявляю, то есть я понимаю, что ты можешь без себя что угодно проводить, но без людей, у Бога нет других людей, других уруб, как наша, да, поэтому чем больше такие истории, как я смотрю, вот Лида, да, которая начала этот проект, я просто у нее, там, ну действительно огромная аудитория, и там вот из Казахстана, и то, и то, со всего мира люди такие, вау, давай, то есть это настолько важно, потому что здесь эти, допустим, проекты, они никем, это же не социальные гарантии в Германии, это не социальные гарантии в этой латвии, то есть это просто некому делать, и люди, когда видят, что они могут приучаствовать, мне кажется, что это так, ну, так здорово, и все тогда забираются, и типа, опа, и уже школа, опа, уже еда, ну, то есть это же все люди делают, поэтому было бы здорово, чем больше нас, тем больше мы все делать в этой жизни, как минимум. Да, очень желаю я это нам, деткам, и это наш мир, это наше будущее, это дети, с которыми будут расти взаимодействовать, наши дети, поэтому мы это все делаем, в принципе, для себя, мы это делаем, не для кого-то, в первую очередь, для себя. Если мы не возьмем ответственность, если мы не возьмем ответственность, все другие, тоже мы возьмем ответственность, и мы будем так, и бутыхать, с обменой из-за друг друга, и тоже не надо, мне кажется, важно понимать, что есть расизм, но он вообще многосторонний, да, не только мы можем там кого-то дискриминировать и думать, что вот там кто-то не до, да, может быть, другую сторону, поэтому все в эти игры, лучше не играть, лучше делать свое дело, добре, с ангелами, с Богом, я не знаю, кому с чем удобно, главное, с высокими силами, и все будет хорошо, я думаю, что потихоньку-потихоньку у нас мир будет только налажен. Обязательно, только так. Поэтому, кто хочет туда, в счастливое будущее, подключайтесь ко мне на курс, квантовый переход, портала, врата льва, выйдем обновленные, наполненные сил, вдохновения, энергии любви, 100 переживаний, и все будет классно. Я тоже, по-моему, пойду к тебе на курс, потому что я соскучилась, мне даже тоже так, нам даже, а что, я только, вот я вернусь, мне сейчас время может немножко появиться, и я тоже сразу туда. Конечно, конечно, дорогая, так более того, я же вообще, я же вообще в понедельник лечу в отпуск, я же все сказала в матрице, девочки, я в отпуске, мы вот сейчас закончим супей, у нас еще осталась седьмая, говорю, я отдыхаю в женском клубе, девочки, я отдыхаю, и тут у меня информация, Ксения в Кении, видел, нужна помощь, и я такая, ну, извини. Нет, нет. Это мой, мой весь отпуск, чтобы ты понимала, он ушел на это, то есть, ну, я не могу сказать, что я устала, вот перелет сейчас будет, я, может быть, устану, а так, это настолько заряжает, когда ты делаешь, что то, что твоя душа просит, ты прям, а, что, зачем, кому, то есть, это очень классно, и я в понедельник, наоборот, на учебу и на работу, но, конечно же, с твоей поддержкой всегда лучше проживается, даже вот эта вот рутина, намного лучше она проживается, так что я обязательно с удовольствием, тебе тоже спасибо. спасибо, спасибо, дорогая, и я готова это делать, потому что я знаю, что я это делаю с любовью и с любви, понимаешь? И это чувствуется. И это только может напомнить, поэтому отпуск отпуска можно приятно с полезным, очень хорошо организовать, и я готова, у меня есть ресурсы, у меня есть, слава богу, силы, энергии, и я готова ею поделиться, насколько, насколько могу. Ну все, здорово, договорились тогда, будем делать. Да, будем делать. Друзья, подключайтесь, присылайте деньги, мы вас обнимаем, любим, и до встречи в новых эфирах. Хорошего полета. Спасибо тебе, Танечка. Спасибо. Спасибо тебе, что тебе тоже хорошего отдыха. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok